Так, Камазурия здесь тихие. И была после скактатная дискуссия, что страшнее война или глобальное потепление. И в дискуссии с китайцами, ну, у меня было зрителей, мы пришли к нему тоже, что страшнее глобальное потепление. Потому что наступает так называемый бронзовый век. Бронзовый по цвету кожи. То есть, фарниковый век дает смещение температур в сторону плюса. Самый страшный год был 2010-й, когда вся Москва просто лежала на полу, и это, накрывшись простынью. Потому что невозможно было надышаться, совершенно. Но вопрос такой. Сейчас мы дворе 2019-й. После 50-го прошло 9 лет. А ситуация усугубилась. Потому что закатывается асфальтом и вся живая земля в городе. Лужайки, чудесные овраги. Такие, знаете, английский фар. Такое все заброшенное, слегка засовывшее. Все это чертой бабушке. И закатывается асфальтом. Асфальт накаляется. Выходят дети. Дышат вот этим накаленным асфальтом. Страшный огонь. И получается, что город накрывается асфальтовой горкой. Вот вопрос. Как вы, ну скажем, глава гидрометцентра, как вы думаете справиться с ситуацией? Если ваше понимание ситуации идет в контрасте с поступками властей. Спасибо. Спасибо большое. Ну, вы знаете, это все-таки ваше мнение, что у нас становится асфальтом. Вообще дорога, конечно, это они. Дороги строятся и так далее. Но если, вот есть отчеты, которые я анализировал, которые действительно, наверное, правдивы, то это департамент правдопользования города Москвы показывает, как в 2010 году увеличивается площадь парк, увеличивается количество, количество денег. Вот в среду и четверг, то, значит, вы нуждали один фокум о теплении климата. И, как рассказывается, перед тем, это города. Так вот именно, знаете, вот парк Зарядье. И там же была то, что касается России. Если вы хотите. Конечно. Да. Будет, вот там, вот, там, концертный зал, вот там, вот, там, вот, там очень нравится. А сейчас там парк. И вот таких парков, в районе, стало больше. И это действительно так. Они расчищаются. Вот очень многие вот площади в Москве расчищаются. Алина Михайловна, тоже высаживается куставным. И, поэтому, вот, просто вот зайдите на сайт департамента в законодательстве. Нет, я не вижу, что вокруг дома, в принципе. Вокруг дома. Я понимаю, понимаете, как мы... Понимаете, вот, когда мы говорим, там, по чем-то время, я ее вообще не могу перейти на тему. Это лето какое было? Жаркое? Холодное. А и июнь, и июнь, и весь этот период в глобальном использовании самое-самый жаркий период в мире, если ослепить. Поэтому, конечно, я понимаю, действительно, вот вы видите то, что творится вокруг, я уверяюсь, что по этим местам ходить, действительно увеличивается количество и не... Ну, то есть, как я понимаю, если кратко говорить, то есть вы видите, что озеленение происходит, и вы этот процесс естественно поддерживаете, как в улице. Более того, вот, где-то медицентр, у нас есть, у нас, значит, уже там два дерева, но они не опасность представляют, просто опасность. То есть они уже как-то там, ну, на планете, значит, так, и мы, в общем-то, хотели бы... И надо? Добрый, там... Нет, ну, старые деревья в городе действительно представляют опасность, вам скажут любую коммунальность. Ни у кого нет случаев, когда деревья падали на машине, просто во дворе. То есть их действительно нужно срезать, и их нужно просто высаживать заново, естественно. Я бы с обочим, мы с тобой поговорили, значит, большим трудом, значит, там, соответствующие... Мы с которым мы сказали, что на месте этих двух деревьев мы еще должны прошли часть асфальта убрать перед деревьев улицов и еще пять деревьев улицов. Вот так. Поэтому вот такая позиция, она у нас не подошла. А на месте, если уж не закончить, то есть и деревьев на след. И почему так часто в Москве валятся деревья? Да потому что Москва вообще не отличается от других городов тем, что вы говорите, что линии связи, на любом северном, в России, ух�, угост, их мало, они все под землей, но на уровне каком-то, ну, метра-полтора, и поэтому корни деревьев не могут... Не пробиваются. И поэтому уже вот ветер, да сильно оттуда, а уже валит ветер, дерево, которое вы едете с удовольствием в США. Поэтому, конечно, нужно обязательно, да, поскольку на поле. Давайте, если у нас чуть-чуть останется, обязательно вернемся. Есть еще вопросы? Если будет время, обязательно. Скажите, пожалуйста, где-то 20-30 лет назад была заявлена проблема со зонным слоем. Умешался, встречался. И тоже было предположение, что это связано с тропогенными партнерами. Сейчас, как-то, дискуссия на эту тему ушла. Что сейчас? Оно восстановилось. И действительно связано ли это было с деятельностью человеку? Ну вот, да, это вопрос хороший, тем более, что у него снова степическое отношение за счет той идеологии, которая бывала 30 лет назад. Это были международные решения, как называют Марианнский протокол, Марианнская конвенция, которая очень целый ряд мер разработала, чтобы озоновый слой не исчезал. Я напомню, что озоновый слой, значит, это слой в нижнем спортосфере. Он очень маленький. Если пристег нормальным давлением, он составляет всего полсантиметра. Но он поглощает ультранклерятовую радиацию. Без этого слоя жить было бы невозможно на Земле, потому что ультранклерят выжигает все земное. Значит, просто полсантиметра, если это все приятное, если это нормальное давление, по-другому. Ну вот. Но, понимаете, 30 лет назад не было таких данных, как сейчас. Как сейчас. Озоновый слой возник, озоновые дыры, модеры, такое, такое вульварное выражение, то есть уменьшение концентрации озона на 20%, что называется, дырами. Вот они мигрируют, возникают. Ну, скажем, как возникает озона? Как вы сказали, что воздействие приплавновой солнечной радиации, молекулы из-за рода, значит, дыры из-за атомы, то есть эти атомы из-за рода сжатой зубы, сжатой зубы, сжатой зубы, сжатой зубы, сжатой зубы. Вот получается вот ты. Это только в этом правовом солнечной радиации. В припалярных районах, где зимой нет, в принципе, сжатой зубы. В дырам, то дырам, естественно, потому что там, как проводят радиансы, лесной, где-то бывают дырами, а вот они мигрируют, сейчас изучают эти атомы. Могли человек погулять, да, возможно. Ну, да, вот есть, значит, такая теория, теория точно все, какие-то, вон, 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 вон. Вон, 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 вон Микрологическая война предполагалась на территории Родины, которая создала условия полно-зоновой дыры, и тогда мы на эту территорию входили в Родины. А на том, что это же горшок, если я не знаю, что эти дыры не индустрируют. Я не могу вместиться на территорию, для того, чтобы создавать дырку, в другую дырку. Поэтому, вы правы, это сейчас не самая актуальная проблема. И вообще, когда эта проблема возникла, похудение за озоном будет 20-25 лет, если совершенно небольшое количество времени. Поэтому это, в принципе, верхний ручок. Это статистика. Это статистика. Хорошо. Спасибо большое за интересную беседу. Очень интересная мнение будет. Какой-то такой вопрос. Мне кажется, существует много глифов касательно книги климата, глобального интепрения, даже, потому что сейчас люди, или по поводу того, проблемы озона тоже, как бы массовое сознание, это немножко по-другому эксперименту, лишь ли, чем с точки зрения учёных. Мне кажется, есть определенный разрыв между наукой и его бытовым представлением об этих вопросах. Мне интересно, есть какие-то, не знаю, проекты или порталы, которые могли бы доступно, но авторитетно и качественно наносить научные достижения до швовного момента читать в связи с вами? Ну, это хорошее. Просто это здорово, действительно. Чистая, ну, конечно, она недоступна, да. Причём, как разное направление, но это абсолютно правильно. Нужна популяризация. Кстати, этим и занимаются, поскольку, айдистов, сночь популярных книг. Вместе мы заглянем на сайт некиминфо.ру, это сайт гидромехцентра, а ещё лучше, на сайт, в общем-то, как называется, двух учреждений. Это институт ИГК, институт глобального климата и экологии. Это институт рост гидромета и рамы. Там очень много общих, именно, нужно окуляровать, как читать, кстати. И институт главный бюджетский обсерваторий. На этой базе создан гидрометический центр. Очень много публикаций. Я советую. Ну, абсолютно правильно. Это нужно популяризировать и объяснять. Потому что, честно, я не понимаю, что-то, я не понимаю, что у лица, а не среди можно обсуждать. Она должна быть понятна. А у меня такой вопрос, существует ли вообще гидрометическое оружие, насколько это у нас в России? Спасибо. Ну, я уже бы сказал о том, что некоторые, на выключи соображения, с чем, у нас, у нас, у нас в России, как и до этого, но это было бы походи в Малозеку и в Троюсскох и в Малозеку. Есть понятие, ну, разрабатывали лет 50 лет назад, да, какие проекты создавали, были условия полномерных, но и затем, примерно лет 40 лет назад, организация «Дома 15» приняла решение. Он не допустил соглашать в Санкт-Петербурге до военных целей. И все государства подписали, понимаете, вот из государства, есть суверенная обязанность государства выполнять эти проблемы. Я не верю в то, что кто-либо ведет на его разработку. Очень много сейчас на сферологических теорий, что вот он, на Аляске, там, значит, ха-а, дискочастотная, значит, там, значит, импульсы. Производитель, называются, ну, уреносферу, оттуда отражаясь, значит, направленной кучкой, личная и биотерапическая энергия, она попадает тропосферу. Весок, вот, там, в Иркутске, там, наводнение, вот, там, на Орне, наводнение, напряжение, куку, твое, белое прибывание, это все сместв, вот, это, знаете, чепуха. Слова, до тех пор, пока формулы, не будут уравнения, связывая с такими людьми, какие угодно слова могут быть, просто мне интересно слушать, потому что меньше ходит количество белых медведей на северном полюсе, только на что угодно, на рождание с массами, на отлично, но и угодно социально, это глупость, такими черными массивами, с вами говорите, в принципе, работе она как бы не интересна, поэтому и сейчас, насколько точно так же, вот техникум, Дориан, Дориан, не знаю, где-то удалить, поэтому тоже, короче, все понимаете, насколько стрелы в этом энергии, в этом стране направлено, на свете, потому что был просто, поэтому я думаю, что нет, это первое, это с точки зрения политики, с точки зрения науки, не существует пока еще часть энергии, которая вырабатывала человеческая тема, которая вырабатывает еще сравнимой с энергией атмосферных образований. Энергия циклона такова, что у человека нет возможности изменить реакцию и решение этого образования. Поэтому и политические, и цивилизационные образования, что у человека нет. Я бы очень хочу использовать Роман Умин, мы попросим его ответить на вашу работу в частном порядке, а сейчас мы будем закругляться. Большое спасибо, что вы сегодня были с нами, большое спасибо Роману. И я надеюсь, мы обсудили много хороших. Спасибо.